Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественным. Насколько мне известно, в последние 10 лет жизни у Кэтрин Кульман произошли самые великие чудеса, которые я когда-либо видел. Моя сегодняшняя гостья молилась и работала вместе с Кэтрин и смогла исцелиться от неизлечимой болезни. Когда она исцелилась, к ней пришло такое же помазание чуда, какое было у Кэтрин Кульман. Сегодня я попрошу ее помолиться о том, чтобы это помазание пришло и к вам. Пусть вам явятся чудеса! Джоан Гиссон, когда я общался с Кэтрин Кульман, я почувствовал, что она наделена величайшим чудесным служением, которое я когда-либо ощущал. Вам выпала высокая привилегия быть с ней последние 10 лет ее жизни. Вы вошли в ее близкий круг. Две из трех женщин, которые входили туда, уже находятся на небесах. До эфира вы рассказали мне, что вы с мисс Кульман часто молились перед службой, при этом вы держались за руки, и однажды вы почувствовали, что вы начинаете воспарять над землей. Расскажите об этом случае. Такого никогда не забудешь, потому что это необычно. Всякий раз, когда кто-то брал эту женщину за руку, ему казалось, что он поднимается над землей. У нее была такая сила. И так просто было ее почувствовать. Когда вы это чувствовали, вы понимали, что вы не были к этому подготовлены. Ведь с ней вы ощущали дух Бога Живого. И сегодня она ощущается так же явственно, как ощущалось и тогда. Позвольте мне кое-что добавить от себя. Да, я ощущаю эту силу. Я верю, что сегодня все возможно. Во время нашей программы сегодня явно что-то произойдет. Давайте вернемся в прошлое. Вам 27 лет. И с вами случается нечто, чего никому не пожелаешь. У нас с мужем был маленький сын. Он был просто прекрасен. Он был просто чудесным ребенком. Как-то мы с Майклом были одни дома. И вот я наклонилась, чтобы подобрать одну из игрушек, которую он уронил. И когда я поднялась, я поняла, что не вижу. В конце нашего квартала был врач. Кабинет врача находился в самом конце улицы. И меня привели туда. Врач сказал мне, не думаю, что смогу вам чем-нибудь помочь. Могу сказать только, что у вас кровоизлияние в оба глаза. Могу посоветовать вам одного врача. Тот врач был специалистом по мозгу. Его звали Эдмонд Смолек. И он был из Сент-Луиса. Он считался одним из лучших специалистов в своей области. Он осмотрел мои глаза и обнаружил, что зрительные нервы позади обоих глаз вклинились в мозг. И в обоих глазах произошли кровоизлияния. Вот почему я не могла видеть. Мне сказали, что мне осталось недолго. Вы рассказали мне, что вы стали готовиться к смерти. Да, так и было. Я отдала сына сестре. Отдала всю свою одежду маме, потому что мы с ней носили один и тот же размер. И я теперь проводила все свои дни в постели. И вот наступил день, когда Майкл должен был первый раз идти в школу. Ему было пять с половиной лет. И пришло время ходить в школу. Я решила сама отвезти его в школу. Он помог мне дойти до автобуса и сесть в него. Так мы доехали до школы. В школе учительница поставила для меня в холле стул. Я сказала, я сяду здесь и буду ждать сына. Через какое-то время она вышла ко мне и сказала, Джоанн, Майклу, нехорошо. Тебе придется отвезти его домой. Я ответила ей, Джуди, я не могу. Я больше не вожу машину. Мы приехали на автобусе. И вдруг рядом с нами появилась какая-то женщина. Я не слышала, что она подошла. Я не видела ее. Эта женщина сказала, я случайно услышала ваш разговор. Буду рада отвезти вас домой. Когда она везла нас домой, она много говорила об Иисусе. И от этого мне стало так хорошо. Затем она сказала, я привела к Иисусу уже многих людей. Я переспросила ее, правда, как вам это удалось? И тогда она рассказала мне об одной молитве, которую я тут же повторила про себя. Дорогой Иисус, я грешница, прости мне мои грехи. Кровь сына твоего покрывает меня. Позволь мне жить. Позволь мне спастись. В тот день я родилась свыше, как Божье дитя. Но я все еще ничего не видела. Но однажды вы услышали одну программу по радио. Вы обратили внимание на голос ведущей. Что же она сказала? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы меня ожидали? Она сказала, не ждали, а ожидали. Вот так она сказала. И тогда Джоан поняла, что ей нужно срочно прийти на службу Кэтрин Кульман, ведь там она должна будет обрести чудо. И тогда они с ее мужем Франком, ее подругой Ширли, у которой был рассеянный склероз, отправились на встречу с Кэтрин Кульман. Так и что же вы почувствовали, как только вошли туда? Нам не удалось попасть на первые ряды. Мы сидели на 56-м ряду. Помню это, как сейчас. 56-й ряд находился очень далеко от сцены. Мы сели на наши места, и я закрыла глаза и расплакалась. Фрэнк не выдержал и сказал мне, хватит плакать. Но я все плакала и плакала. И тут я говорю ему, Фрэнк, кажется, я снова вижу. Он не поверил мне. Это невозможно. Не неси вздор. Это просто невозможно. Но я возразила ему. Но, Фрэнк, кажется, я все-таки вижу. Но он все не верил мне. Нет, тебе, наверное, это показалось. Видимо, ты перевозбудилась, милая. Мы пришли сюда только послушать проповедь. Но, Сид, я открыла глаза и поняла, что вижу. Я могла видеть цвет материала на кафедре. Я могла видеть людей. Вы рассказывали мне, что почувствовали свет у себя в голове. Расскажите об этом. Да, свет, он был, как этот свет над нашими головами, очень яркий. Он спускался откуда-то сверху и проходил прямо сквозь меня. Я все еще чувствую его. Я знаю, что это значило. Я думаю, что именно в тот момент Бог избрал Джоан в помощнице служению Кэтрин Кульман и наделил ее изумительными дарами духа. А что произошло с вашей подругой, у которой был рассеянный склероз? Она исцелилась. Она встала с инвалидной коляски и прошлась перед всей церковью. Она не просто прошлась, она даже пробежалась. Затем мисс Кульман сказала, «Давайте еще раз, а теперь еще раз». И Ширли еще раз пробежалась туда и обратно по церкви. «Прошлым вечером вы сказали мне, что во время нашего эфира исцелятся люди, страдающие рассеянным склерозом. Да? Помолитесь за них прямо сейчас. Отче наш, во имя Иисуса, ты дал мне слово. Своё Отче слово. Ты сказал его мне. Я услышала от тебя, что сегодня или завтра люди, страдающие от рассеянного склероза, встанут со своих инвалидных колясок. Я вижу, как прямо сейчас кто-то встает в первый раз за долгое время. Не бойтесь, просто идите. Просто идите. Я вижу мужчину и женщину. Вы сомневаетесь, милый мой. Да, вы сомневаетесь. Не думайте ни о чем. Просто вставайте. Вставайте со своей инвалидной коляски, и Бог поможет вам. Вас таких много. Не все страдают от рассеянного склероза, но по какой-то причине вы тоже в инвалидной коляске. Дух Божий здесь. Дух Божий не сходит на вас. Он ощущается не только здесь, в студии. Он касается вас. Вы сами можете его почувствовать. У меня сейчас мурашки по всему телу. Вы тоже можете почувствовать его прикосновения. Вы не одни. Он с вами. Сделайте то, чего вы не могли сделать раньше. Бог сущ. Не бойтесь. Все нормально. Все хорошо. Это Дух Святой сейчас рядом с вами. Он в вас и окружает вас. Попросите у Него все, что вам только нужно. Да? Знаете что? Что? Вы так и не рассказали, что произошло с вами и Фрэнком, когда вы подошли к мисс Кульман, чтобы все ей рассказать. Кстати, а Фрэнк в тому времени уже убедился, что вы исцелились? Он был в замешательстве. Он привел меня на эту службу, где я исцелилась, но он не хотел, чтобы я выходила на сцену. Но я сказала ему, я пойду туда. Он возразил мне, ты не сможешь, ты же не видишь. Ты до туда просто не дойдешь. На что я ответила, я дойду. И вот я встала и пошла к сцене, но тут я услышала шепот у себя за спиной. Подожди, я пойду позади тебя. Это был Фрэнк. И мы с ним подошли к мисс Кульман. Так я стала звездой того вечера. Я исцелилась, но тут мисс Кульман посмотрела на моего мужа и сказала, «О, слава!» И он тоже поднялся на сцену. Его вывели на сцену. И мисс Кульман снова сказала, «О, слава!» Она еще раз помолилась за него. А потом она, наконец, помолилась за вас. А то вы, наверное, уже стали завидовать мужу. Разумеется, но совсем немножечко. Совсем немножко. Дорога домой заняла у нас 18 часов, и всю ночь мы говорили об Иисусе. С тех пор Джоанн стала брать в аренду автобусы. В эти автобусы садились люди, которые чем-то болели, и их отвозили на встречу с Катрин Кульман, где они полностью исцелялись. Но иногда чудеса происходили уже в дороге. Много людей смогло исцелиться еще по дороге на эти встречи? Да. Расскажите о девочке, у которой был рак. Да, это девочка. Ее звали Фабия. Ей было лет 8, и она была из Миссури. Она была из Сент-Луиса, и она исцелилась. Опухоль была у нее в ноге. Ей собирались ампутировать ногу. У нее была очень большая опухоль, просто огромная. У такой маленькой, хиленькой девочки. Ей было лет 7 или 8. Ее нога выглядела просто ужасно. И запах. Пахло это тоже отвратительным. Но Бог исцелил ее. Бог просто взял и исцелил ее. В тех автобусах было по 60 мест. В том автобусе ехало как минимум 56 человек, и они все это видели сами. Они все видели сами. Как в такое не поверить? Я верю, что каждый может исцелиться от чего угодно. От чего угодно. Но это просто удивительно. Это произошло еще в автобусе, ехавшем навстречу. Аллилуйя. Но затем, знаете, у нас, евреев, есть такое слово, называется хуцпа. Хуцпа. Оно означает дерзость. У вас явно есть дерзость, мадам. Только послушайте, что произошло. К ней обратился Бог. Расскажите о первом человеке, которого вам удалось исцелить на одной из встреч. Тот парень был глухим. Разумеется, я этого не знала. Я не знала, что он был глухим. Я подошла к нему и положила руки ему на уши. Даже не на уши, а просто на голову. Я сказала ему, что-то не так. Он сначала сказал мне, что у него исцелился желудок. Но через некоторое время он вдруг сказал мне, знаете, дорогуша, а с моим желудком все было в порядке. Тогда я сказала ему, если хотите, то можете огорчать Бога, но он все равно исцелит вас. У вас исцелился желудок. Он снова возразил, дорогуша, со мной всегда все было в порядке. У меня никогда не было проблем с желудком. Он очень рассердился. Я сказала, хорошо, я не буду огорчать Духа Божьего. Я развернулась и пошла от него прочь. Но вдруг услышала, как кто-то плачет. Я подумала, ну а сейчас-то что не так? И вернулась назад. Рядом с тем мужчиной сидела женщина. И она просто рыдала. Я спросила, что случилось? И она ответила мне, это мой муж. Он 40 лет ничего не слышал. И та женщина поведала мне, что даже если бы я сказала ему, уши твои глухие, он бы все равно никогда мне в этом не признался, потому что такой уж он был человек. То есть все это устроил Бог? Да, Бог. Он устроил кое-что и сегодня. Сегодня Он сделал так, что наши зрители нас смотрят. С Богом нет ничего невозможного. Он прямо здесь, рядом с вами. Мы молились об этом еще до того, как собрались сегодня за этим столом. Нет ничего невозможного. Он не обязательно явится вам лучом света или раскатом грома. Его дух нежный и добрый. Он прямо здесь и готов вас услышать. Сегодня нас смотрят люди, которые вскоре встанут со своих инвалидных колясок. Некоторые из вас смотрят нас из других стран. Вы почти не говорите на английском, но Бог исцелит и вас, и вскоре вы пойдете. Поэтому встаньте. Просто встаньте. Он держит вас за руки. Просто идите. А еще я вижу людей, которым поставили смертельные диагнозы. Не верьте в это. Бог — это окончательный ответ. Бог — это истинный ответ. Возможно, все. Нет ничего невозможного. Просто протяните ваши руки. Просто дотянитесь. Дотянитесь до Бога. Получите свое исцеление. И не отпускайте его. Давайте еще немного поговорим о мисс Кульман. Многие люди не знают о силе ее сострадания. Поделитесь с нами. Что вы видели сами? Она любила людей и посвятила этой любви всю свою жизнь. Свою жизнь? Вы даже видели, как она плакала над теми, кто так и не исцелился? Ее офис находился прямо в конце улицы. Где-то наверху. Кажется, на шестом этаже. Однажды я пришла к ней и обнаружила, что она вся в слезах. Она посмотрела на меня и сказала, никогда этого не забуду. Джоан, почему они все не исцелились? Она очень много думала об этом. Конечно же, на этот вопрос нет ответа у нас, людей. Я помню, как она как-то сказала, что однажды наступит день, когда все больницы опустеют. Это случится, говорила она. Я в это верю. Я и сама молилась об этом. Ведь Бог позволил мне исцелять людей. Я хочу дожить до того момента, когда это произойдет. И это случится. Так оно и будет. Возможно, это произойдет уже сегодня. Сейчас Божие присутствие ощущается так явно. Возможно, вы даже исцелитесь. Джоан, расскажите о том случае, когда она ушла со встречи. Ей пришлось уйти, и она прошла через кухню. Что там произошло? Сколько там было поваров? Повара готовили еду. Это был концертный зал. Не ее церковь. Это произошло в концертном зале. Поэтому там были повара. Она шла мимо них, и тут они упали на пол. Вместе со своими колпаками и ложками в руках. Поэтому был ужасный грохот. Фрэнк с мисс Кульман уже были в лифте, но вдруг она обернулась и сказала, «О, Боже мой!» Это было настоящее зрелище. Все повара лежали на полу. Но мисс Кульман знала, что она тут ни при чем. Это была сила Святого Духа. Она всегда держалась очень скромно. Когда мы вернемся после паузы, я попрошу Джоан помолиться о том, чтобы передать вам чудесное помазание, и просто поговорим о чудесах. Это сверхъестественно. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу Земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям. Это сверхъестественно. Знаете, Джоанн, когда я наблюдал за Кэтрин Кульман во время ее проповедей, я откровенно завидовал ей. Я хотел быть таким, как она. Я понял одну вполне очевидную вещь. У нее были очень близкие отношения со Святым Духом. Это и был ее настоящий секрет. Расскажите об этом. Я бы назвала это плоды или дар. Она была свободна от всего, что присуще поведению обычной женщины. Эта женщина была предана своему делу. Ее тело, ее разум, ее душа, всей своей сущностью она посвятила себя Богу. Возможно, я преувеличиваю, но она могла спокойно выйти из своего офиса и перейти Пятую Авеню, не обращая никакого внимания на движение. Она могла пойти в места, где люди не знали, кто она такая, но они чувствовали ее. И при этом они ощущали атмосферу Божьего Святого Духа в этой женщине, просто гулявшей по улице. Людей, бывших вместе с ней, это очень трогало. Мне самой это очень нравилось. То есть она несла с собой атмосферу небес. Да. Куда бы ни пошла. Да. И вы, наверное, тоже. Я люблю эту атмосферу. У меня она тоже есть. Я хочу, чтобы она была со мной до последнего вздоха. Вы тоже можете ее ощутить. Вы хотите исцелиться? Хотите? Да. Скоро произойдет нечто очень особенное. Джоанн, когда этот свет опустился на вас, вы ничего не видели, а потом вдруг прозрели в один момент. Верно. Но вам передали еще кое-что. Вам было послано Божие присутствие. Да. В Библии сказано, даром получили, даром отдавайте. А сейчас помолитесь о том, чтобы и другие люди обрели то, что есть у вас. Отче наш, когда сейчас этот человек, Седрот, произнес эти слова, «По моему телу прошел холодок». Я подумала о том, что мы с Сидом можем поделиться с вами тем, что мы получили от небес. Нет ничего невозможного. Дух живого Бога. Воскресение Иисуса Христа. Сейчас здесь. Они нисходят на вас. Дух живого Бога поднимет вас с вашего скорбного ложа. Не оглядывайтесь назад. Врачи говорят вам то, что они видят. Они хорошие люди, но это Бог. Мы вдыхаем в вас жизнь. Вы должны понять, что для вас важно услышать слова Иисуса Христа. Поэтому держите эту жизнь во имя Иисуса Христа. Мы вдыхаем ее в вас. Я могу добавить к этому лишь слова Иисуса «Совершилось». Субтитры создавал DimaTorzok